Всем привет! Сегодня я нахожусь на Сергилях. Один из самых моих любимых райончиков, живой, свежей, молодой. Сейчас я нахожусь конкретно в Сергиле-2. Такой знакомый мне с детства райончик, скажем так. Погуляемся с вами, посмотрим, что же это место из себя представляет. Насколько мне известно, это один из самых старых райончиков Сергиле-2. Смотрите, тут достаточно много зелени и деревьев. Такой старенький райончик видно. Пока что не обновляется ничего, но скорее всего скоро будет здесь, потому что по этой щебенке, галике можно уже распознать грядущие изменения. Я имею ввиду в плане обновления дорог. Сам по себе райончик смотри, какой тихий. Обожаю, когда такие спальные райончики с многоэтажками, плюс еще там тихо. Это крайне редко случается такое. Очень тихий райончик. Зелени много. Так, идеальной чистоты, естественно, нету. Да, у нас такой ориентир, да, есть как бы эталонный райончик. Массив Юбенсино, где прям все вылезано, да. И мы с вами, соответственно, будем сравнивать с этим местом. Второе место в городе, которое отличается относительно чистотой, ну, идеальной чистотой, как на Юбенсино. Нету там, но относительно чисто, которое бросается в глаза, это Карасох. Смотрите, как классно сделали. Вот, обожаю, уважаю людей, когда они, вот, как бы, ну, делают ограждение, и не просто делают ограждение, да, тупо ради того, чтобы иметь свою территорию, а к настоящему за этим местом ухаживают. Классно, да? Насколько я знаю, вообще постановление Оли Маджелиса было, да, против вот таких вот лозунгов, поклонений личности в Узбекистане, еще в Кятмирзеев. Было время, когда Каримов, да, везде вот эти вот титаты из Каримовских речей. Это запрещено законом на самом деле, но у нас люди тупо, знаете, вот это вот поклонение, поклонение ей личности до сих пор у нас продолжается. Так что, да, за это надо взяться очень серьезно. Но, но, радует то так, что после того, когда я узнала, что на Оли Маджелисе был, как бы, рассмотрен вот этот вопрос, да, везде вот эти вот фотографии, лозунги, каримовские цитаты, президент Мэзу Юртбоши Мэз Этля, вот это вот, все это на многом-намного сократилось. Крайне-крайне в редких случаях вот так вот иногда попадаются вот эти вот цитаты из речей президента. Крайне редко. Это уже хороший показатель. Ну, кстати, мне так вот этот райончик понравился. Супер. Я же в детстве здесь была. Дядя приезжала. Ну, оставались, естественно. Но до этого места я, конечно, естественно, не доходила, потому что уж больно. Я, наверное, маленький ребенок была. Смотрите, какое место. Отличное. Очень понравилось. Прям такой старый-старый Сергили. Ну, я имею в виду, самый по себе есть район, квартал Старые Сергили. Я имею в виду по атмосфере. Это такой старый Сергили, да, если сравнивать с тем, что мы увидим по дороге. Сергили у нас такой самый такой молодой райончик. Да, вот видно, да, что вот скоро будут тут обновлять дорогу. Но качество будет такое, знаете. Маннан кетхинча. Короче, главное, сдал, получается. Потому что, на самом деле, обратите внимание, тут очень большой склон. Склон должен быть, да, в отношении вот к этим вот стокам, да, вот этим. Но не такой, и не плюс, не такой кривой должна быть замать в себе дорогу, чтобы... Ну, вернее, основание. Чтобы новая кладка асфальта была ровной. И будет, как будет, короче. Ну вот, я наконец-то нашла эту Махалю Ольчезор. Прогуляем сейчас. Да, как мне объясняли, эта Махаля должна быть новой. Как-то не особо-то это похоже. Потому что, ну, может быть, вот эта вот линейка, да, она более новая. Но то, что было сейчас при въезде, это не особо. Да, ничего симпатичное, Махаля, хорошая тут циркуляция, прохладненько, ветрено. Но, как вам сказать, тут какой-то, знаете, сельский вайп есть на будет. Такое ощущение, что я не в городе, а где-то в селе, да, там, в Голоку, причем. Такое ощущение, что ты сильно отдален от центра города. Или от вообще-то каких-то там коммуникаций, инфраструктуры. Мне так кажется, по крайней мере. Вот это вот, смотрите, это шедевр. Я же говорю, вот Сергей Львович не может не удивлять, не радовать. Обратите внимание, какие тут хозяева. Молодцы, да, вот смотрите, даже решетки тут совершенно другие какие-то, знаете, котик какой-то веет, да. И дом вот этот вот со старинным кирпичом, да, под старину как бы получается. Я такие дома видела, жактовские, что ли, у меня мама называла такие дома, на Узбуме, да. Вот эти вот старые-старые дома, так, царского периода, с 4-х метро потолками и все такое, да. Но, естественно, тут новый дом, потолки не такие высокие, но дом классный, супер. Он такой компактный, да, но очень со вкусом сделанный. Супер, кстати, оказывается, это просто облицовочка у нас с кирпичем. А по традиции, да, у нас вот торцы оставляют, потому что в Узбекистане у нас люди имеют двухмерное создание, сознание и, как бы, а как вам сказать, и зрение двухмерное у нас. И трехмерное. Узбекистан в плане постройок у нас живет в двухмерном мире. Так, что еще? Ну, пойдем посмотрим, что есть еще. Так, еще что я заметила, тут такое, знаете, детский граффити, что ли, или детское граффити, не знаю, какого рода граффити. Очень развит. О, вот здесь уже ситуация совершенно другая. Здесь мне больше нравится. Кстати, как бы, махаля у нас, получается, она старая, но, тем не менее, как бы, незастроенных участков очень много. Очень много. Так, какое домище. Классный дом. Смотрите, каких размеров домина тут. Неплохо, как бы, я не ожидала от Сергея Литвы. Потому что чаще всего у нас сегодня строят, да, в последний период, в последнее время. И сейчас, как бы, не особо модно, ну, в зависимости от района, естественно, строить огромные дома. Дома, вернее, сейчас строят дома, но в 3-4 этажа, да. А вот размеры вот такого, да, и причем, как вам сказать, в двухэтажные крайне редко можно встретиться, особенно в Сергеях. Ну, ничего, нормально такое. Райончик складывается здесь очень-очень прохладно, приятно, дует такое приятное тело. Просто огромных размеров ворота. Да. Классно. Получается, может быть, это от застройщика, скорее всего, или, может быть, или нет. Дизайн повторяется, это был специально построен для того, чтобы продать вот эту нишу, да. Симпатичная махаля, вот эта вот новая линейка, она как бы успокаивает душу, что ли. И смотрите, что мне не понравилось, то, что здесь как бы дизайн, да, домов даже очень сильно отличаются друг от друга. Вот это, сам по себе, декор, да, стилистика та же, да, в большинстве случаев у нас в Абекистану повторяет одно и то же. В принципе, и я тоже приверженница того, чтобы, ну, больше классика нравится. Да, нам дома здесь, конечно, да. Кстати, территория домов очень большая. Вот я поняла, да, вот смотрите, вот дом, сребята, полную территорию. Просто большую. Да, понравилось, нормально. Дальше, скорее всего, не пойду, потому что уже там тупик. Симпатичное место. В принципе, мне очень понравилось тут. Очень-очень тихо, но, как вам сказать, нет такого ощущения того, что ты какой-то там богатый в Ахале, вернее, в райончик. Вот тут вот так, вот так, вот так, вот так. Такой пролетарский дух тут есть какой-то. И такая полная, полная, полная отчужденность от города. Все такое, знаете, какой-то пригород, который довольно отдаленно находится от центра, вернее, от города самого. На мой взгляд, на мой взгляд, такое ощущение здесь есть. Очень красиво, прям, смотрите. Симпатичное место. Ну, уже, как бы, начинаются такие компактные дома, прям, супер-супер компактные. Даже вот такие, прям, совсем, я не знаю, да, ну, полторы сутки построили. В плане, ну, просто, скорее всего, для того, чтобы жить, да, или, не знаю, прям, совсем-совсем компактные тут домики. Да, ну, вперемешку, да. Нет, это вот, по ощущениям, это как будет не какой-то поселок, да, деревушка какая-то с хорошими домами. Ну, уж точно не город, не знаю. Может быть, из-за того, что я здесь первый раз. Да, я здесь по-сторую раз. Здесь у меня никогда не была. Посмотрим, что там дальше. Очень симпатичные домики тут, прям, ну, я не знаю, как-то... Я же говорю, тут народ Сергилей. Или, может быть, вообще воздух Сергилей как-то влияет на людей. Да, здесь, кажется, здесь есть, насколько я знаю, какой-то аквапарк. Вот, скорее всего, я близко сейчас нахожусь к этому аквапарку. Вот это вот все увеселительное, увелесительное. Это моя такая особенность переставлять местами с детства. Вернее, это особенность у всех в семье. Я всегда, когда писала на лекциях, всегда переставляла. Два вместо два писала в до производства. Вот уж переставляла. Пворизу. Что-то тут что-то такое было, да. Ну, какой домик симпатичный. Классно придумали. Очень понравилось прям. Да. Ну, какой тихий, спокойный райончик. Может, из-за того, что сейчас такая прохладная для лета погода. Особенно, если учитывать то, что какое у нас было пекло, да, в последнее время. Ой, какой красивый тут вид открывается, смотрите. Ай. Мне тут понравилось. Да, вот этот вот дом, конечно, меня поразил своей компактностью и красотой. Твой садик частный очень красивый, смотрите. С заособен на Оламзе, да? С заособен на Оламзе. Алоха-то. Очень красивый садик. Прям Мэри Поппинс. Территория, конечно, как и во всех частных садиках, совсем маленькая. Да, вот. Мы же привыкли, чтобы у детей была своя определенная территория, все это. Нет, этого здесь нет. Мэри Поппинс. 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 Мэри Поппинс.